здравствуйте приветствуем вас на канале европлант life сегодня мы приехали в ботанический сад петра великого нам предоставили уникальную возможность полюбоваться весной за всех кто сейчас сидит в самоизоляции здесь очень красиво цветущие ковры первоцветов зацветают сакуры цветут рододендроны и мы сегодня решили побеседовать с научным сотрудником института юрием халугиным про сакуры ну мы все очень любим эти деревья здесь ботаническом саду представлена такая интересная коррекция которая зимует хорошо в 4 в 5 зоне даже в 3 и вот первая сакура который цветет в этом сезоне это вишня саржанта она самая давайте тогда вы нам немножко расскажите вообще в принципе как появились сакуры ну начнем на вообще даже из более дальних краев вообще что такое сакура да потому что у всех ассоциация с розовыми деревьями которые цветут в японии и вот это совсем японское растение которое всем дарится и соответственно в разных странах подарки японцев цветут по полной программе ну собственно говоря именно это растение тоже подарок санкт-петербургу на 300 лет в 2003 году и первое растение которое в парке было посажено именно из той партии хотя у нас есть более старый экземпляр еще 1982 года экспедиции на сахалин и камчатку и соответственно эти растения тоже сейчас начинают набирать свою силу начинают свистеть что такое сакура в принципе вообще это 11-13 сортов прошу прощения видов дальневосточных вишен почему говорю что 11-13 да потому что есть такие хорошие люди под названием систематики которые любят что-то объединять что-то делить что-то постоянно переопределять поэтому на самом деле такая целая группа растений которые постоянно смешивается постоянно что-то с ними происходит и тому подобное но основных всего несколько видов да на основе которых вот несколько лет назад были последние данные выведено порядка 500 сортов простые махровые плакучие формы и масса масса всего что касательно непосредственно вишня саджента она же на самом деле вишня сахалинская у нее есть много плюсов и есть для садоводов много минусов да и вопрос стоит в том сажать ли ее на своем участке или вообще не сажать какие есть плюсы первое раннее цветение в своем огороде в своем саду розовые цветы прекрасная крона очень красивый ствол такой вот блестящий глянцевый красивый но есть также минусы как и все косточковые прекрасно поражается заболеваниями достаточно часто выпадает довольно регулярно болеет и даже с точки зрения цветения да то за что японцы любят сакуру это мимолетность соответственно вы не доехали до дачи прошел дождик прошел ветер через два дня приезжаете она уже не то что не зацвела она уже отцвела поэтому каждому надо выбирать хочет он ее посадить себя не хочет он у себя ее посадить но тем не менее вишня сажента то растение которое сейчас на торговых площадках имеет место быть она регулярно продается и в общем-то те кто хоть и хочет у себя иметь один из видов сакуры в общем может это себе позволить а еще наверно один из таких небольших может быть минусов вишни именно сажен это то что это растение цветет одновременно с распусканием листьев даже здесь мы видим что еще не полностью раскрылись цветки еще только на три четверти где-то бутоны разворачиваются а листья уже начинают появляться да они медного цвета да они красивые будут они сыграют свою роль и летом и тем более осенью потому что сакура это довольно интересное растение которое ярко огненно окрашиваются еще в осенний период это в конце сентября месяца поэтому довольно неоднозначное растение хотя достаточно зимостойко и прекрасно себя чувствует наших словах ну то есть два будет период декоративности это оси весеннее цветение и осенняя окраска листовый красный фактически да вот но на самом деле можно еще сказать что это наверно самая распространенная сакура одна из самых распространенных который активно используется в городском озеленение и может быть такой интересный факт с точки зрения самобытности японии это растение регулярно высаживается около школ в японии объясню почему дело в том что период цветения сакура в японии начинается где-то конец марта начало апреля а год и финансовый и учебные начинается с 1 апреля в японии поэтому как раз таки первой линейки первый приход детей в школу ознаменуется полноценным цветением сакур не такой хорошая первое сентября да да а у нас этот период он как раз попадает на конец апреля начало мая я так понимаю ли у нас сегодня какая-то аномалия фактически это за последние 20 лет это наверно третье дата три года примерно в это время за 20 лет распускалась она вот в последних числах апреля на самом деле самая ранняя зафиксирована в прошлом году 27 числа начала распускания в этом году она на день позже 28 стала распускаться апреля вот но средние даты это как раз таки между майскими праздниками да то есть там 4 6 иногда попадает на 9 мая но если совсем позднее бывают сроки то это где-то после 10 12 мая но тем не менее это одна из самых ранних сакур на самом деле что еще приятного ей легко создать хороших компаньонов дело в том что в это время цветут рододендрона лиды бура в это время цветут все первоцветы в это время цветут форзицы это есть принципе такое очень ярко и пышное ранне-весеннее цветение ну мы потом обязательно посмотрим и рододендрона и форзицы и обязательно снимем еще сюжет про первоцветы которых здесь действительно огромные просто ковры скажите еще такой важный вопрос который всегда обычно наши садоводы задают что с вишнями все хорошо конечно если сорта не махровые то плоды есть если они махровые практически стерильный единственный момент что плоды это примерно ягодка с косточку нашей вишни до косточка обтянутая оболочкой фактически есть там нечего сочности там практически никакой ну можно там облизать наверное при этом у вас будет стопроцентная конкуренция с вашими местными скворцами дроздами потому что возревание плодов приходится где-то на начало лета то есть она достаточно быстро сформирует плоды и самом начале лета уже они появятся но собрать вы их даже для размножения у вас практически не получится потому что вы будете пытаться одну ягоду сорвать с одной стороны полу зеленую с другой стороны у вас будет этого дерева сидеть куча дроздов которые будут оплевывать начать они на вас хотели значит совершенно с другой стороны вы изгоняете с обратки они переходят на другую сторону то есть практически садоводом даже у нас будет саду не с одной дикой вишни группы сакура плоды собирать собрать не получается потому что действительно дрозды это наше все ну все-таки значит это дерево больше конечно декоративные конечно конечно не будет но кстати по поводу декоративности можно еще сказать что даже в продаже у нас и на рынке есть не только видовая пронус саржент или пронуса холинезис так и так можно найти это торговое название но есть еще достаточно распространенный сорт сорт ранчо и есть прекрасный сорт чарль саржент в принципе это более культурные растения да они немножко меньше по размеру для и больше годятся для садового участка могут варьировать более крупные цветки достаточно крупные немножко вариация идет по цветовой гамме ну а сорт раньше у него более наоборот компактная крона более вертикально подымаются ветви и он такой создает некий небольшой объем и который достаточно красиво цветет в те же самые сроки сорт раньше мы как раз будем проверять он как раз пришел в европлант в этом году впервые и те кто их купят мы обязательно спросим как они у них и перезимовали и как себя вообще в принципе ведут может наверное хорошо будут вести как в области не знаю пока да но скажем так у нас несколько растений выращивается уже наверное на протяжении 7 лет и в общем-то пока все прекрасно себя чувствует хорошо еще что-нибудь сейчас в данный момент зацветает сакур конечно мы сейчас потихонечку перейдем наверное к самой популярной сакуре хотя она еще только-только на бутонах распускается но не показать начал распуска мы не можем хорошо смотрите наш следующий сюжет мы продолжаем наш рассказ про сакуры подписывайтесь ставьте лайки ну пока вот мы все хотим снимать сады а пока у нас в садах вообще ни черта нет у меня у вас он прострелы огромные на самом деле огромные уже чуть ли не отцветают несколько дней назад был там все на уровне земли было вот 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 уже чуть ли не отцветают у меня там прямо недели ходил все пустос с пищечную головку эти прострелы у меня его вообще у всех а 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 Субтитры создавал DimaTorzok